Продолжение следует... После этого каждый пройдет в наш распределительный пункт для распределения по месту. Поэтому прошу еще раз, каждый проходит, встает в очередь, так чтобы всем было видно. Что же вы толпитесь, ну встаньте вы сюда, ну вы что, не видите, вы почему здесь стоите. Можно вот сюда вот спросить пройти? Нельзя? Хорошо. Вы, пожалуйста, вот там вот люди вот стоят, им не видно ничего, пожалуйста, чтобы всем было видно как-нибудь встаньте. Спасибо большое. Переселенческий чиновник, по-народному переселенец, и его письмоводитель раскладывали на столе книги, бумаги, бланки. И оба они без тревоги поглядывали в окна. У крыльца и на противоположной стороне, под навесом, скалы столпилась толпа мужиков. Нет еще девяти часов, но солнце жгучий, и народ ищет тени. Чиновник опытным взглядом окидывает толпу. По меньшей мере, двести душ. Ну, Иван Иванович, держитесь. Да я уж как будто и привык. Сколько градусов? Двадцать пять. Значит, к часу опять до сорока девяти дойдет. Да, я тоже как будто привык. Без десяти девять. Опять поглядывают окна. Чиновник берет благодетельный порошок и посыпает им магические круги вокруг стволов, столов и стульев. Посыпаются также пороги дверей, ведущие без конкурса частной комнаты чиновника. Тщательно посыпается и платье чиновника, и платье письмоводителя. Иван Иванович, в окошко взгляните. Чуваши сегодня есть? Есть. Это еще добавить надо в порошочек. А бабья много? И бабло есть. Еще добавим. Это надо поосторожней сегодня быть. Вчера мужики были, сегодня бабы. Это двойное пособие не будет. Да, я уж как будто и привык. Куда же ты идешь? Ты можешь и в конец очереди уйти. Люди стоят, ждут, в кладе. Единственное, на свидетельство, на себя и на своего сыночка завели. И в конец... Черт, возьми. И идите в конец очереди. Знаю, что знаете, да? Вот к полудню может до 49 температура поскочить, тогда уже послабнуть можно. Так, в облаке в графине чаще меняйте. Холодная должна. Без пяти девять. Я, как обычно, сяду здесь, когда много народу. И помните, тактика у нас будет прежняя. Теперь сиренческий чиновник – это вы. Так и выражает. Я могу, я не могу. Я смотрю в это имущество, я даю вам какое-то пособие. Понятно, да? Если будут сильно напирать, одного сами принимайте, другого ко мне. Одного сами, другого ко мне. Пердинских, Самарских, Саратовских, Симбирских таких можно меньше пытать. Народ добросовестный, побогаче. Не врут. Чувашей не обижаете. Эти лгать не будут. А вот тульских, Орловских направишься, делать вочные ставки и почерчих на лестницу отправить. Пусть думают, надо их пособие или не надо. А что касается тамбовцев, да? Да у меня троги, бежиток, у меня армиста. Томбов, какой мужик, иди в конец свидетельства возьми. Тамбовцам не трудового, не надо ничего. Только кричать. Кричать пристально, глядя ему в глаза и говорить, что он уже два раза у нас был. Да ведь не помогает. Я знаю, что не помогает. Но как-то надо бороться. В общем, тамбовцев ко мне иди присылать. Если что, просто выводить. Да, хорошо, привык. А которые упорные, и... Идем сюда. Да что ж ты лезешь-то? Люди стоят, оплатят. Пойдем, а что там у нас? Идти, не будем стоять и добиваться. Терпи, сонок, терпи. Истыд, мне на руку вас не надо. Вот этих таких ко мне. Только предварительно постучаться и сказать, что хотят, и что именно. Почему меня желают видеть. Но осторожнее всего, конечно, с бабами и малороссами. Вы, судя по всему, их мало знаете. А у них главное орудие это слезы. А с немцами как? С немцами? Ну, главное при всем народе их на выне называть. Пусть в этих башнях пиджаках пройдут. Чиновник и письмоводитель садятся за столом. Расцельный распахивает дверь. И толпа, вдаляя друг друга и конфузись, давки баливаются в контору и дружно начинают креститься на образ. Запах карпотки загружается запахом давно не вышившегося целой недели превшего поезда Клюкда. Громадные переселенческие блохи мужественно прорывают магические круги персидского порошка. А переселенцы жаждут способий, а блохи крови. А вот сумма способий очень невелики. А собственной крови, как всякому, жалко. И начинается борьба из-за крови и злата. Пойдем, сынок. А кто-то пойдет, по-настоящему. От кеда давайте. Ага, от кеда. Может, у стыдно же. Ой, сынок, стыд нет, и у вас не выезд. Вот видишь, как отвечает. От кеда. Из Пензы, что ли? Да нет, из Нижнего. С Урала, что ли? С Нижнего Тагила? От чего уж Урала? С Нижнего Мога, в городе, халяв. Кто у вас хозяин? Кто может писать? Меня писать. Ой, сынок, был у меня хозяин. Был, да, ой, да, да. Вот единственный мужик и остался. А впрочем, а впрочем, его пиши. Пиши, он хороший, он надежный. Не положено. То есть как это не положено? Я мужик. Ну, то есть как это не положено? Ну, мы ехали же недели, ну, страсти такую, мы терпелись. О, полно, полно. Ну, я сам, ну, спать смогу. Жить-то как хочешь? Жить-то как будешь, планируешь? В общем, запиши. Проживем мы. Проживем, мама. Проживем. Запиши ее, Саш, с таким не пропадет. Ой, родненький. Дай тебе, Боже, дам. Сынок, кланяйся, кланяйся. Да и по нему скорее, зата, пока не отняли. О, Господи. Счастье-то какое. Без каких? Да очень похоже на пинзельцев пар 2. Великороса у нас принято считать, что великорос это не чистый славянник. Вроде считается, что это оскорбление. Но я думаю, это похвала. Чем чище славянин, тем он дырже. Таким образом, я немало не хочу обидеть великороса, если скажу, что мартва ему – самый близкий родственник. Не наметавши глаза, вы не отличите мартвина от великороса из пензии и дамблова. Ой, можно оскорбить? Да. Вот посмотрите. Посмотрите. Вас поразит только его очень крупный рост. Все остальное – вот груздые только. Та же крепкая кость, те же широкие плечи, выпуклая грудь, та же окладистая борода, лицо – одно из славных славянских лиц. Неправильное, но очень выразительное. А вот речь, интонация, жесты – чистейшие великорусские. Да и мысль идет, очевидно, такими же путями. Речь точна, образная и выразительная. Пензинец, ты и только. И лишь после только частых столкновений с таким великоросом, невеликоросом, вы начинаете замечать, что в нем черточки и черты есть, которые он отличается от своего двоюродного братца. И сначала это все-таки крупный рост, а потом поистине монументальные, просто огромные размеры его баб. Затем костюмы-дикбак, состоящие из белой рубаки, белых оночь, наверчанных так толстых, что ноги мордовской дамы превращаются в бревна. И сережки из больших красных шерстяных шаров. Да что я собака, что ли? Что я тут буду стоять, ждать-то? Куда ходишь? Русские мы! Ой, русские? Русские! Как будто бы я русский. Из мордвы! Вот тут и найдутся еще отличия. Мордвейн не так сообразительен, и вслушиваясь, слушается с большим напряжением, но чуть-чуть вытянув шею и склонив голову на ногу. Взгляд его не столь блестящий. Ой, он никогда не сверкнет им на вас, как русский пенсенец, когда вы показались ему недостаточно обстоятельными. А вот душевные его движения не так сильны. Правда, он и крякает, и чмокает, и шевелит крестами, как настоящий русский. Как будто подражая Великоруссу, а не по собственной потребности. И действительно, вот как только мордвины заговорили между собой по-своему, сейчас же фильм оживает в них. Меняются звуки повара, делаясь бесцветными и мягкими, меняются интонации, становясь монотонными, и меняется даже лицо, переставая играть меникой. Но заговорил мордвин по-русски, и опять перед вами почти настоящий сангвеник Великорусс. Вот чиновник сядется, там бою вздыкает и качает головой. Словом, ничего хорошего ждать от него нельзя. Откуда он идет? Ответы крайне запутанные. Не то из Томска, не то из Уфы. Так откуда ты? Да я говорю, в Уфе был, в Кустанае был, вот весь, весь, как есть. Что мне, умирать, что ли? Давно состалины? Три месяца уже как. А как же ты в Омске оказался? Ну как оказался? Как и все оказался, на подводе. Так может не в Омске, а в Томске или в Орске. Так а я, я и говорю, в Торске. И далеко это твой Торск? Так, да что, что я все порастерял? Ничего нет, а у меня дети голодные. Где же этот твой Торск находится? Да что, я собака, что ли? Что ли, объяснять-то должен, когда есть нечего? Билет есть? Есть. Покажи. Я, подел, не бродяга какой. А вот паспорт оказывается давным-давно просроченным. И сомнения нет. Это один из искателей приключений, которые бродят с места на место, где побираясь, где выкрашивают пословия у предвоительных обществ. А где и поворовывая. Вот. Когда работая, держась в городок и не убиваясь в деревьях. А вот давать пословия такие. Очень страшно. Сегодня дали одному, а вот завтра появится десяток, а после завтра осадит целая толпа. И поэтому с этими товарищами опыт один. И поступать с ними всегда очень круто. Давай, вперед. Давай. Что мне надо? Ты меня на квартиру засели, на жилье в дом. Не пущу. А на что ж вам дом-то? Да не твое дело. Иди. Ну что еще? Да спросить я хотел. А в чем спросить? Прокормишь ли ты меня зимой? А сам не прокормишься? Не прокормлюсь. Семья у меня. Ну вот семья и прокормлена. Да как же прокормить-то? Детки у меня одни. Жена хворая. А сыновей нет? Нет. Были, да. За прошлый год померли от лихорадки. Сейчас по пахаре были. Есть мне нечего. Ладно, ладно. Дам я тебе квартиру. Но не сейчас. Сейчас пока в поле работы есть, иди работай. Да я буду работать. Я работу люблю. Я не то, чтобы жаровать какой. Ты только... Только вот знай. Я работать буду. Ой. К себе приходи. Хорошо. Иди. Только начало пропитания, я тебе не обещаю родичьего. Да ты не обещай. Ты не обещай. Ты мне только главное, чтобы... Ну понятно. Я пока летом буду работать в селе, а к тебе уж после покрова приду. После покрова в селе работы нету. Выходи. Тогда и сообразим. Пока переселятся. Теперь все аккуратненько, по группкам проходим в наш распределительный пункт и получаем свое место по распределению. Так, мы будем помогать. Да, так, пожалуйста. Пойдите, пойдите. Чиновник, пожалуйста, может с той стороны можно... Если вам не будет. Пожалуйста, фамилию называем четко. Прошу. Фамилию четко произносим. Остальные ждем, не толпимся. Вот, пожалуйста, к чиновнику вы подходите здесь. Прошу, прошу, прошу. У вас только к чиновнику залезете. Вот сюда вы подходите, пожалуйста, по травмам. Так, пожалуйста. Вы левый. У вас подписаны? Пойдемте. Кто еще не подходил сюда, пожалуйста, проходите. Патрату колеси, да? Да, запускаю по травмам. Ну, смотрите. Вы под прием. Подходите, пожалуйста. Не подписаны? У кого еще не подходим? Проходим. Пойдемте. Вот сюда, пожалуйста, к письмоводителю подходите. А вот... А вот... Угу. Вас не. А мне тоже проходите сюда. Вот, держите. И вот сюда письмоводителю. Фамилия? Алиева. Вот втроем, пожалуйста, к чиновнику. Кто еще не подходил, пожалуйста, к чиновнику. Пойдемте. Алиева. 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 Вы еще не подходили, да? Вот втроем, пожалуйста. Пойдемте. Дальше. Вот... К письмоводителю. Вы не подходили. Нет. Чиновнику. Серьезно. Правительно. Кто еще не подходил, пожалуйста, руки поднимите. Все уже подходили. Пожалуйста, послушайте повнимательнее. Теперь у нас образовались общества. У вас в свидетельстве все подписано. Значит, ищите вот карточки. Вот село Молчаново. Значит, вы здесь остаетесь. В том зале еще четыре остальных населенных пункта. Я что вам предлагаю сделать? Составив небольшую презентацию вашего населенного пункта Томской губернии. Ну, буквально минут на пять. Порываться в интернете, покопаться в памяти. Но, но, это потомка. Сейчас я хочу представить наших замечательных актеров, без которых мы сегодня не справились бы и не показали вам эту выставку, под ваши бурные аплодисменты. Аплодисменты Томского театра юного зрителя Евгения Парфеова. Аплодисменты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. И Михаил Фомин, Даниил Попробов. И сейчас расходимся по своим населенным пунктам. Буквально презентацию на пять минут. Мы будем подходить, помогать.